Брюссель призвал Великобританию не затягивать с оформлением развода. После того, как жители королевства на референдуме высказались за выход страны из состава ЕС, европейским лидерам необходимо решить, как будет происходить отсоединение. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал начать переговор как можно скорее, чтобы не затягивать обстановку неопределенности. При этом он отметил, что сам глубоко разочарован решением британцев. Что касается меня, то это решение не кажется мне ни дипломатически, ни политически корректным. Я глубоко опечален. Я всегда желал того, чтобы Британия оставалась частью Европейского Союза. Теперь они говорят прощай, это плохое решение. Однажды британцы об этом пожалеют. Я не понимаю, почему британское правительство решило тянуть до октября, чтобы начать переговоры о выходе из ЕС. Я бы предпочел, чтобы они начались незамедлительно. Между тем, уже более полумиллиона британцев подписали петицию о пересмотре итогов референдума. Сторонники евроинтеграции ссылаются на явку ниже 75% и слишком маленький разрыв в результатах голосования. Есть те, кто пошел еще дальше. Более 100 тысяч подписей собрала петиция о признании независимости столицы, страны Лондона, чтобы он мог отдельно от всей Британии вернуться в состав ЕС. При этом оказалось, что многие британцы не только не понимают, чем стране грозит выход из ЕС, но и не знают, что вообще такое этот Евросоюз. Об этом свидетельствует данная наиболее частых поисковых запросов в интернете, которые жители королевства делали после объявления результатов референдума. Суверенитеты готовы потребовать и шотландцы, которые получили неожиданную поддержку от еврокомиссара Гюнтера Эттингера. По его словам, Шотландия в случае, если проголосуют за отделением, может стать 28-м членом ЕС. Откусить свой кусочек от Великобритании пытаются и испанцы. В Мадриде заявили, что Brexit позволит Испании утвердить свои права на Гибралтар. В Дании тем временем начали собирать подписи за проведение собственного референдума о выходе из ЕС.